Я был в 2006 году в Бразилии. Там есть церковь Мараната. Это бразильская пророческая церковь очень посвященных людей. Мы там увидели новое христианство. Такого нигде я не видел в Советском Союзе бывшем, ни в одном государстве бывшего Советского Союза. Ну так как я был и в Европе, есть чем сравнить. Нету нигде ни в Европе, ни в Украине, ни в России, нигде нету такого посвящения, такого доверия Всевышнему, как в этой церкви ее имя Мараната. Маранафа или гряди Господь. Маранафа. И эта церковь, община в Бразилии, она сегодня мощная, сильная структура. Господь ее сильно благословил. Они с 1967 года начали, шесть человек. И сегодня уже это больше миллиона, как бы, часть этого тела, община Мараната. И у них есть водительство Святым Духом. Они мне пророчествовали. Пророчество сбылось. Все. В 2006 году они говорили. В 2019 я говорю, амен, амен, амен. Все сбылось. Я сегодня ищу связь с этой церквью, потому что Всевышний сказал, что надо с ними связаться. Штат Санта Спирит. Санта Спирит. Святого Духа. Штат. Святого Духа. Там интересно в Бразилии. Там нету атеистов вообще. Атеистов нету. Никогда не было войны. Никогда. Вот только испанцы завоевали, конкистадоры. И заселилась эта часть земли пришельцами из разных частей. И там смешение наций такое дикое. Там таких можно встретить гремучие смеси, которых нигде нету больше. Только в Бразилии. И среди всего этого разврата вот этих вот всяких фестивалей, знаменитые бразильские карнавалы. Это не что иное, как поклонение Эросу. Потому что там повальный блуд в течение всех дней фестиваля. И, конечно, церковь молится. И в этом году, вы знаете, новый президент Бразилии – это благочестивый человек, любящий Исраиль. А это сегодня показатель благочестия. Если язычники любят Божий народ, это показатель благочестия. Настоящего истинного. И вот президент Бразилии, вновь избранный, он был у стены плача. Он также там молился и открывает посольство в Иерусалиме. Это тоже показатель лояльности к Всевышнему и богобоязненности. Это воля Божья. Люди, исполняющие волю Божью, будут жить в благословении. Поэтому вот есть такая община на земле. Есть такая мощная, сильная структура с корнями в слове и водительстве Руага Кодеш. Потому что в 67-м году они договорились с Всевышним. И Всевышний сказал им, вы готовы повиноваться Святому Духу во всем и ничего не предпринимать, не вопросив меня. Эти 6-7 человек сказали да, амин. И так они и живут. Так они и живут. Вот пришли там люди, говорят, надо вот это, нехорошо, будем молиться. Помолились, говорят, Господь сказал нет, еще не время. Или там Господь сказал да, надо помочь. Все, пожалуйста. И они тут же начинают действовать. То есть полностью руководство Святым Духом. Полностью. И это действительно уникальное явление на планете Земля. Я нигде не знаю больше. Я был в многих конгрегациях. Нету, нету в Украине таких подобно нету. Нету в России. Ну, может, какие-то начатки, двое-трое вот таких, водимых Святым Духом. Ну, так, чтобы до миллиона, даже в Южной Корее такого нет. И вот что важно. Сыны послушания очень внимательны голосу трубы. Когда я был в Бразилии, президент этой конгрегации, у них нет такой структуризации, как в других союзах. У них управление коллегиальное, пресвятерия, национальное управляет всеми такими вопросами. Но есть президент. И вот президент этой конгрегации, он говорил на тему книги Откровения. И книгу Откровения у них учат младенцы самые. Вот только уверовали две книги, и они должны изучить. Песня песней. Которую некоторые из вас вообще даже не читали никогда. Песня песней. Это история церкви. Второе. Вторая книга – это Откровение. И вот только покаялся человек, первый урок у него – Песня песней. Второй урок – книга Откровения. И поэтому церкви там практически без отступников живут. Очень сильные. Сильные верующие. Потому что стоят на мощных основаниях водительства Святого Духа. Вот говорит Господь им так идти, они так делают. Однажды этот президент говорит, ну я перед собранием готовился. А мне рог сказал, нет, не читай Библию. Не готов слово. Вот только станешь за кафедрой, я тебе дам, что говорить. И он закрыл Библию, не читал, не готовился. Вышел за кафедру, открыл. Песня песней. Первая глава. И начал читать тексты и начал тут же получать картину. Картина – история, вселенская история Божьего народа. И это мощно, очень мощно. Они немножко делились, очень сильно. Очень сильно. И вот что сказал этот президент. Мы были… Он пророк, он профессор, он очень богатый человек. Они все, кто при святерии, люди состоятельные. Потому что Всевышний везде во всем благословляет за их послушание. Вот кто повинуется голосу Святого Духа, не будет жить в нужде никогда. Потому что Всевышний обеспечивает свои проекты. А ваши проекты и не собирается даже. Сами придумали, сами находите средства. И не зовите Всевышнего в ваши проекты. Он никогда не пойдет. Он Всевышний. Он указывает нам путь, а не мы ему. Каким путем идти. И вот там я в Бразилии в 2005 год услышал о том, что протрубила уже пятая труба. Пятая из семи. И это очень интересно. И он показал на слайдах, на экране большом, первую трубу, как она трубила, что на земле происходило. Вторая труба, что на земле происходило. Очень убедительным. Хотя я над этим никогда тогда еще не задумывался. Только сейчас начинаю вникать в учение о трубах. И я понял, что если протрубила уже пятая труба, то осталось две трубы из семи. Значит, в моем поколении, вот с 2005 года по 2019, в течение 14 лет, должны протрубить шестая и седьмая. Как это будет?